Презумпция невиновности вернулась с шестом эпизодом, и это было первое время, проведенное на суде по делу об убийстве Кэролин Полимус. С убедительной речью Томми в конце пятого эпизода казалось, этот суд будет трудной битвой для Расти. Мечта Рэймонда из пятого эпизода, в общем-то, сбылась, поскольку дело полностью поглотило его и, казалось, могло лишить его жизни. Перейдем к видео и разберем все из шестого эпизода. Вот объяснение концовки шестого эпизода «Презумпции невиновности». Это видео содержит спойлеры. Все пальцы указывают на Томми. По-моему, выглядит так, как если бы все пальцы указывали на Томми Мальто в качестве убийцы Кэролайн. Посмотрим, почему это могло быть так. В этом эпизоде он допрашивал мед. Эксперта доктора Кумаги о том, что, вероятно, произошло с Кэролин в убийство ночью, предполагаемого времени смерти, и как она, скорее всего, была убита. Допрос проходил хорошо, пока Рэймонд не вывел из себя доктора, показав, что тот довольно хаотичен и его мнению нельзя доверять. Это было связано с его пристрастием к Томми и неприязнью к Расти. Когда Ника сказал Томми остановиться, тот продолжил допрос, и это обернулось против их обоих, выставив свидетеля неправдоподобным, и, по сути, это обошлось им, как говорил Ника. Они работали в убыток. Желание поступить против Ника, казалось, исходило из Томми. Может быть, он понимает, что, если Расти окажется невиновным, дело рассмотрят еще тщательнее и есть шанс, что дело может свести его к нему по какой-то. Мы видели, каким манипулятором он мог быть в предыдущем эпизоде, когда говорил с Евгенией, и, по сути, угрожал ей, говоря, что заставит ее лишиться работы, если она будет против него. Евгения открыла, что Кэролин жаловалась в кадры на Томми и сказала, что больше не хочет с ним работать. Также помните, Майкл, сын Кэролин, говорил, что мать стала бояться кого-то на работе. Намекали, что это был Расти, но я думаю, что это скорее Томми. Я думаю, что у Томми могли быть чувства к Кэролин, и они не были взаимными. Говорили, что Кэролин, возможно, знала убившего ее, так как не было признаков насилия, она, возможно, и открыла. Также говорят, что это похоже на случай с Банни Дэвис, и нет информации, что кто-то не следует исключать, что Томми, работая над делом, удалось получить доступ к файлам и использовать их, чтобы подстроить обстоятельства под свои устремления. Возможно, он испытывал ревность к тому вниманию, которое Кэролин уделяла Расти, и к позиции, которую Расти когда-то занимал. Сейчас-то, безусловно, Томми на месте Расти до проигрыша Реймонда на выборах. Возможно, именно из-за этого он так стремится прикрепить вину к Расти. Есть глубокое недовольство, а также, возможно, сильная ревность к его характеру и аспектам его жизни. Расти имеет семью, семью, к которой он относился с пренебрежением и недооценкой. Был неверен с Кэролин, позволяя себе все позволительное. В этой серии был важный момент с возвращением домой Томми. Он возвращается в пустой дом без жены и семьи, где на него теплое встречает только его кошка. Сравнивая это с тем, как все оставили дом Расти, можно сказать, чувства были схожи. Пространство практически поглотило их. Томми, по-моему, сильно завидует Расти. Он, похоже, испытывал чувства к Кэролайн, которые не нашли ответа, это, вероятно, стало мотивом убийства. В этом эпизоде утверждали, что это случайная ярость, но я в это не верю. Скорее всего, Томми знал, как не оставлять улик, и я думаю, это было запланировано. Выживет ли Реймонд? В конце эпизода Реймонд упал без пульса, когда начал допрос Майкла. Через шесть эпизодов мы видели, что это судебное дело истощает Реймонда. И даже сны Реймонда полны всепоглощающим осознанием, что это может стать его концом. Но думаю ли я, что Реймонд умрет? Лично я так не думаю. Надеюсь, он этого не сделает, ведь он один из лучших в шоу. Дружеские подмигивания Ника после допроса Томми был моментом эпизода, верным для знакомого нам персонажа. Реймонд очень заботится о друге Расти, как будто готов умереть за него. Действия Расти, как мне кажется, убедят присяжных. Он подбежал к Реймонду, попытался вызвать снова удары сердца. Утешал его жену, показывая признаки горя. Поступки, которые убийца вряд ли бы совершил. Хоть Реймонд и может отсутствовать на суде, это могло помочь присяжным лучше понять Расти. Меня тоже интересует, начнет ли Расти сам себя представлять, что будет огромным риском, или Майя станет ведущей. Персонаж Расти уже долго имеет свою странную сторону. Мы знаем, что он безумно увлечен Каролайн, и слышали, что в день ее смерти он отправил ей около 30 текстовых сообщений, что выглядело плохо для него. Еще одной вещью, которая шла вразрез с его характером в этом эпизоде, было то, что Евгения заметила, как он отдается ей, и становится одержимым, замечая их ссору на парковке и слухи о них в офисе. В этом эпизоде Расти узнал, что Барбара была с другим мужчиной не так давно, и мы впервые увидели его ярость по отношению к женщине. Он схватил ее, Барбара была испугана. В тот момент, казалось, она сомневалась в Расти, есть ли в нем зло. Расти бреется, две его версии видны на камере, символизирующие два его лица. Мы видели одну сторону, но есть и другая, со склонностью к насилию, способностью к ужасам. Не думаю, что он что-то сделал. Но интересно, если бы он сделал это и был бы психопатом. Я бы рад, если бы они сумели показать это умно без недостатков. Посмотрим. Расти, уверенный в своей невиновности, отказался от признания в непредумышленном убийстве. Он только хотел извинений и увольнения. Одна из вещей, что произошло с Расти в этом эпизоде – разговор с Джейден о том, как чей-то разум отрывается от реальности, и воспоминания могут погрузиться внутрь, не ощущаясь как части вас. Мы видели эти воспоминания и сны Расти об атаке на Кэролайн, но всегда казалось, что это нереально. А что, если это реально и слова Джейден случаются? Конечно, это не похоже на правду, но в таком шоу все возможно. Мой отзыв об этом эпизоде. Ожидание суда над шоу – одно из главных событий, которые я ждал сначала, и так рад, что мы наконец это видели. Я чувствовал, что здесь шоу должно быть на высоте, но, честно говоря, это не было так, хотя было весьма хорошо. Я думаю, что с увеличением напряжения и приближением присяжных к вердикту шоу достигнет высоты. Обязательно будет какой-то поворот. Возможно, это будет улика, которая обвинит Томми на линии огня, или факт того, что Расти сделал это, и умудряется уйти с понятными. Я ощущаю, что история рассказана так гладко и понятно, что она приятна для глаз. Но это не мешает сосредоточиться на беседах, которые происходят. Каждое произнесенное слово имеет вес, будь то понимание, почему Барбара и Расти остаются вместе, доказательства, которые излагаются, или красноречия выступлений Рэймонда. Сейчас, как я уже сказал, я склонен думать, что это сделал Томми. Однако всего пару серий назад я думал, что это могла быть Барбара, но все изменилось. Но это и есть прелесть таких шоу. Твой разум постоянно задается вопросом, кто сделал это, и чем больше продолжается, тем больше начинаешь сомневаться. Осталось всего два эпизода, и мне интересно узнать, что произойдет. Выживет ли Рэймонд, и признают ли Расти невиновным или виновным. Этот шоу заслуживает большей известности и большего внимания. Оно действительно хорошее. Вот объяснение конца шестого серии «Презумпции невиновности».